Дорогие были, шановни и друзья, Здравствуйте, мои друзья, мы с вами опять в теме, вот тема у меня самая разнообразная, мне Бог послал дружбу и общение с такими людьми, о чем я даже и не мечтал, каждый меня обогащал, это были богословы, это были богоискатели, вот. Просто садоводы, люди, которые не имеют специального образования, любят выращивать сады, часть из них стали жертвами, мягко говоря, заманчивых, но все-таки экстремистских каких-то крайностей в садоводстве. Я тоже экстремист, но знаю свои пределы, вот. И у меня появилась серия бесед с анастасимцами, это было 5-10 лет назад, давно. Прошло время, анастасимское движение, поваление сошло на нет, это была вспышка такая, сотни тысяч людей. Именно они просто выезжали в деревню, часть из них просто бросали города, начинали с нуля, рисковали тем, что квартиры свои бросали или продавали, вот. И это была дорога в один конец, потому что назад уже было вернуться невозможно. Много я копий поломал, потому что среди здравых мыслей, которые были внушены устами этой самой таежницы девушки Анастасии, устами писателя Владимира Мегрея, вот, там все было перемешано. Отсюда и переезд в чистые места, и жизнь среди сосен и берез, и, к сожалению, очень редко среди садов. На то были свои причины. Один из них причиной была, как говорится, касалась сада камень, им было внушено, что калечить деревья прививкой нельзя. Вот. И одна из моих статей, вот она, она, сейчас бы я, может быть, написал по-другому, но... А что-то бы упустил, потому что я был моложе, у меня лучше работала голова, вот. Так что я был вместе с ними, с Анастасиевцами. Да, фактически я и сам наполовину Анастасиевиц. Ну что, продолжаем перевод на язык с небольшими комментариями, попутными, текстом в слова. То есть в разговорную речь. Поехали. Из бесед с Анастасиевцами. Друзья, вопрос, что появилось раньше, семя или дерево, дерева, важен. Но именно на нашу матушку-землю, на нашу матушку-землю, семена явно попали в готовом виде. Вот. И не смейтесь. И не жить бы им здесь совершенно разных, часто невыносимых условиях, если бы не программа, которую я называю, использую под названием «На все случаи жизни». Набор, внимание, набор генов, дающих способность жить и давать потомство в районах от Средиземноморья до Сибири. Вот. Подчеркиваю, один сорт, это может быть один сорт, но с получающимися разными плодами в разных регионах. У меня с тех пор появился уже постулат, а это не шутки, постулат это почти аксиома. Одно и то же семя, будучи посаженным там, в Средиземноморье, даст крупные роскошные плоды, а в Сибири или не выживет, или они выживут, но с мелкими плодами. Сработает программа, программа, программа. Вот это программа. Это садоводство по железу. И к нашему огромному сожалению, выживание и одичание – это слова-синонимы, синонимы в Северном садоводстве. Произошла замечательная вещь. Все анастасийское движение стало гигантской лабораторией по отбору, а значит селекции плодомых растений, размножаемых только семенами и без последующих прививок. Но потребуется не от негода, а десятилетия для того, чтобы найти, вырастить, размножить для миллионов садоводов сорта, не дичащие потомстве. Маленькое отступление. Две дамы, которые называют себя выпускницами Московской Тимирязевской академии, набросились на меня, на братьев Железовых. И там прозвучало такие слова «Моим людям морочим голову», потому что семена, взятые от культурных растений, превращаются в дички, запятая, жир, дель, точка. Вот. А потом было мое опровержение. Масса примеров, когда, если не дичают, а немножко мельчают, но сохраняют красоту, крупность, вкус. То есть они живут в своем придуманном ими мире, потому что тогда ничего не надо делать. Итак, работа анастасиевцев – это продолжение той же селекционной работы сельхозинститута. Чтобы все не казалось слишком нылым, приведу пример жителей Саногорска, совершивших настоящую революцию в садоводстве и опередив фибирскую уже официальную науку на десятилетие. Не буду говорить о важной составляющей Саногорского садоводства, привитых деревьев с плодами высоких стандартов. Не приемлю это анастасиевское движение прививки, ну и не надо. Уважения к нему у меня, старого садовода, от этого меньше не стало. И помочь готов от всей души. Так, проводим черту. Питер, Москву, Курск, Воронеж, Саратов, Пермь, Челябинск, Манитокорск, всю Сибирь, до Сихотолинского хребта, то есть до Тихого океана, я называю Северную Садовую Русью. Начну с экзотики. Тут, и тут-то вам, друзья анастасиевцы, предусорваться всегда отказаться от выращивания в свободной форме, без полного укрытия на зиму. Персиков, Шелковиц и Черешин, как видов с наиболее вкусными плодами. Даже привитые на самом морозной кип-подвой чаще всего погибают, как только мороз дойдет до минус 40 градусов. Это жестокая правда. Или цветочные почки, а бывают и деревья по снеговой покров. А доведенные до плодоношения из семян традиционных сортов, в скобках посредственный куз. Так бы еще ладно, если привитые. К моему огромному разочарованию дичают первым же поколением, тем сильнее, чем холоднее регион. То есть вот жестокая правда. Ну и все-таки выпускницы Тимирезовки, кандидаты наук, перегнули палку, а у меня сделан специальный вебинар, есть специальный фильм отдельно созданный, яркие примеры, как наоборот, не дичают. То есть я беру две крайности. Кто-то им бил голову, что получается из семян, неважно какие культурные, Дити или Жадели, это их цитата. Другая крайность, это что вообще не дичают. Как бы это было бы, звучало из книг, из уст литературного, подчеркиваю, персонажа, литературного, не из жизни. Анастасии все-таки полностью сохранить качество не могут, но и потери не смертельные. Все-таки семян выращивать можно. Так, цитирую дальше себя. А также в Северной Руси очень сложно выращивать плодоносящие деревья из семян культурных, чистосладких яблок и грушек. Как правило, 10-25 лет, ну, это именно, заметьте, семечковое. Надо ждать первого плодоносящения. За это время дерево, весь выбор, замерзнуть. Порог морозостойкости ненамного превышает минус 30 градусов. Или выжить, но при этом задичать. Кричащий пример Мичурина. Посадил семена антоновок, а выросли дикие яблони. Знаете, почему выросли дикие яблони у него? Он сам нашел причину, потому что антоновка, культурная антоновка, крупноплодная, была привита на дикие яблоки, и семена, пройдя через антоновку, выросли уже антоновки семена, получили дикие яблони. И вот, дальше цитирую сам себя, и вот тут же положительный и тоже кричащий пример. Наш сайногорец Борис Бодрак, поселок Сиромушки, из магазинных семян вырастил культурные яблоки и груши, правда, очень долго растил. Кстати, это потому что мы говорим сейчас о Семечково, а он еще и вырастил черешню косточковую, еще вырастил сливы великолепные. К сожалению, недавно умер, и судьба сада висит на волоске. Но не все так грустно. Я имею в виду, садом с ним ничего не случится, у него есть эти прекрасные потомки, прекрасные ученики его же Бодрак. Другое дело, что на науке пропадет. Но не все так грустно. Свет в окошке. Это косточковая культура, абрикосы, вишние сливы. Еще надо было добавить черешни и персики. У меня в частности, пусть невольно, но получилось, в морозном и бесснежном в Шушенском районе, Краснодарской крае. Это больше десятка непривитых абрикосов и больше десятка непривитых слив. Я их специально не выращивал, просто прививки они отвергли. Рубить было жалко. Глутат, съедобные плоды и высококачественные продукты переработки. А еще щедрый урожай. Это уникальный по морозостойкости семена. Смотрите публикацию загадочной сеянницы манджурских гибридных абрикосов. Он стоит с моего сайта. Уникальный по морозостойкости семена. Кстати, все разные. И с тех пор прошли годы, и палитра увеличилась только. Манджурские абрикосы гибридные не отличают, а наоборот, оккультуриваются результаты жизни в смертном саду. Но это уже другая будет тема. Пока, учитывая малый спрос, сибирско-российский феномен, увлечение негодными южанами хватает всем желающим. В конце статьи на несколько фотографий именно слива персиков и вишен. На моем сайте, вот смотрите, я сейчас специально покажу вам этот сайт. Он когда-то будет легендарный. Вот я нажал, видите, где? Вот здесь фотогалерея. Это то, чего не может быть никогда. Вот. Когда, я говорю, где ваш сайт? Я говорю, валидол есть? Вот. Положили под язык. А теперь открывайте сайт. Вот это фотогалерея в частности. Вот. Это Сибирь. К сожалению, науке нахрен до сих пор ничего не надо. Это только я показал несколько лет. Возвращаемся к нашим этим самым фотографий других видов. Уже еще будет много размещено. Это все-таки статья не этого года. Это было давно сделано статья. А здесь намеренно, здесь это имеется в виду, в этой публикации выбраны плоды с непривитых деревьев. пока это порог культурности и вкус, но очень высокий порог. А тогда я только начинал рассылать косточки семечки, мне такая великолепная папка. сколько там уже по всей России плодоносят и привитых из деревьев, и непривитых из семечек моих, из косточек моих, из черенков привитых на местное подвое, из саженца, которая продает железу Сергей мой сын. Вот так вот. Вот так вот. Высокий порог. То есть мы сейчас говорим о непривитых. Вот. Обновленная информация по семенам подвойная уссурийская груша. Вот. Сейчас можете сами прочитать. Самый лучший и самый надежный семеростойкий подвой без отложения ткани. Вот. В общем получается так. Прочитали. Вот. Это сколько раз говорят сахар хава-хава, а слаще не будет. Сейчас мы сделаем чтобы было слаще. непривитые сливы покажу. Непривитые вишни покажу. Вот. Так. Волочные покажу, степные покажу. Ну вот смотрите. Уссурийская желтая слива. Разновидность называется желтые хапты. Вот. дальше. Дальше. Вот это ниже. Китайка красно-желтая. Это все не прививалось. Это все из корней собственной растения. Вот еще. Красно-желтая. Вот там красная. Вишня. Это чудо какое-то. Про вишни я уже столько раз говорил. Я боюсь, что вы уже все про них знаете. Что не надо их обрезать, не надо осветать деревья. Вот. Дает прекрасные отводки. Не воюйте с ними, рассаживайте и можете засадить весь свой край. Начиная даже с одной вишни. Не болеют. В Европе сплошная гибель. Чума на них буквально. Даже другого слова применить не могу. Эпидемия, чума. Все гибнет, гибнет, а этим хоть быхны. Еще не могу найти ни одной больного листочка из тысяч тысяч. А это из нее я переделал. Я в нее внедрил гены черешни. Отдельный разговор. Просто привитый скелет. Вот так выкрупнились вишни. Вот. Вот я пишу с внедренными генами черешни. Это то, чего тоже не может быть никогда. Это уже степная вишня. Так, кустовидная. Ух ты, тринадцатый год, да, давно время прошло. Вот. Ну и наконец вишня войлочная. То, что едим горстями. Вот. Ну и наконец персик из косточки. Ну, крупными нельзя назвать, но попробуйте им побрезговать. А, было, было, было. А, у железа персики, а, еще и не укрывает, а, морозостойкость до сорока, а, вот. А до того они у него мелкие. Это примерно как это самое, как-то солнце-пустыня, как там фильтр назывался. Забыл по себе название. И там про нашего этого солдата-красного мессора, когда он вышвырнул этого белогвардейского офицера в окно, а тот встал, отриснулся и сказал, а, у него гранаты не того калибра. Так что для ненавистников и завистников это персики не того калибра. Непривитый персик саду моего друга. Я ему подарил привитых два, он накажет, на пятый год у него на каждом я все это показывал, большинство видели, стыдно еще раз повторять, на каждом получилось по тысяче некрупных персиков. Часть косточек посадил, вырастил в следующем поколении, уже непривитые. Вот фотография. Так как я сам непривитыми не занимаюсь, мне пришлось использовать фотографию моего друга. Но это с моего сада. Сад Чернобаева я называю сад дублер. Почти все это мое, что у него растет. Вот. Все. Вот мои данные, друзья. Вот и кончилась сказка. С тех пор прошли годы, годы, годы. Вот. И все это удвоилось, удистерилось. Сто крат увеличилось. Вся Россия покрывается моими клонами, в том числе Европейская Россия, где давно махнули рукой на все эти чудеса. Вот. Они им даром не нужны. Вот такие дела. Ну все, друзья, заканчивается короткий фильм. Их будет еще столько, наверное, если буду жив несколько сотен. И это очередная ступень. Это нельзя сказать, что сейчас все так. Вот. идет развитие и вширь, и глубь, и с помощью фитативной гибридзации помаленечку, не только, еще с помощью селекционного клонирования железа, это еще будет разговор, и были, и будут. Оказывается, можно увеличивать морозостойкость, не меняя генома, увеличивать до предела возможного. скрытые возможности можно открыть, забирая веточки с практически мертвых деревьев. Представляете, дерево мертвое, фактически смотреть на него без слез нельзя, 90% или 99% веток мертвых, и вдруг на одной ветке она зеленая, а потом еще покрывается плодами, и вот тут надо успеть ее, эту ветку. Но мы это уже проходили. Перенести на высоко подвое, и чтобы мне не говорили, что все это ерунда, именно та веточка, а с нее почка для прививки станет основой еще одного поколения, и еще одного поколения, иначе бы ничего этого не было бы. потому что все это за пределами. Нет в научных садах этого, и быть не может. У них есть несколько, они научили всю страну, и сейчас есть несколько национальных занятий. Первое, наши национальные черты. Первое, доверчивость дикая, почему мы самые нищие в это. Мы все постепенно уходим во вторую сотню стран, рядом с берегом слоновой кости по качеству жизни и по уровню жизни. То есть доверчивость, это же доверчивость привела к тому, к тихому ужасу. Это когда нам рисуют плоды, рисуют почти все сайты, они рисуют, и мы их покупаем. Самое продвинутое делают так. Показать? Сейчас покажу. У меня осталось несколько минут все свободных. Я сейчас покажу. Сейчас вы это все увидите. фотографии присвоенные чужими сайтами. Раз. Сейчас я их все не покажу, но сейчас покажу. Это я к тому говорю, что это наша национальная черта, дикая страшная доверчивость. Дикая страшная доверчивость. Сейчас, сейчас. Самое интересное, они брали все с более ранних фотографий. Потому что потом уже когда было разоблачено их больше сотни, после этого уже победит полмерили. Представляете, больше сотни сайтов разоблачены были. Вот это украдено. Я всегда смеялся, что это шорты моего сына Сергея. Вот. Как еще доказывать, что они украли именно у меня. Вот так вот. Вот это украдено. Серафим замечательно. Обычно воруют и сами сюда 2-3-5 плодов. А вот это редко бывает, когда целое дерево. Вот. Вот это сейчас дальше. Чем дальше, тем больше. Как сказки. Вот это очень многие украли. Вы это можете сами видеть. Знаете, как набирайте абрикос Амур. Вы там найдете первые десятки вот это. Очень популярно. Везде где видите мою линейку, смотрите, видите, они на нее не обращают внимания, а она их выдает. И получается то, что получается. Сейчас знаете, как сделаю? Тут они у меня не все. Тут они у меня не все. Вот. Мы сейчас возьмем вот эти вот. Раз есть несколько минут. 5 минут осталось, когда она сама остановится. Вот. Вот здесь лучше видно. Кстати, вот с этой фотографией, да, они нельзя отрезать вот эту часть. Меня отрезают. Анекдот. Вот это тоже воровали. Вот. У меня уникальная коллекция, уникальный архив. архив. Вот. Вот. фотографию я вам показывал. Вот это вот воровали. Справники, абрикосики. воровали. Так. Вот это воровали. Как же такую красоту не своровать, не присвоить. воровали. Вот. Ну, и наконец, жалко, успею, нет. где большинство вдруг вы их увидите не большинство вот отсюда большинство фотографий которые присвоили чужие сайты на девушки на голых не глядеть вот это популярная для воров я ворами называю почему потому что они вас просто обманывают они умедрились вот это у меня украсть вместе с линейкой видите вот вот здесь они отрезали линейку видите как раз просто отрезали линейку так вот это вот сады урала одна из любимых свет светились морочили дым голову вот это то есть в общем массе вот это вот назвали этот самый персик сибиряк и действительно в сибири фотография сделана то есть у меня да и и теперь она на сотни сайтах красуется вот так вот ребята вот это вот одна из популярнейших там где наберите яблони жигулевская увидите сколько сайтов я украл вот некоторые пропускаю потому что память уже подводит память подводит память сейчас сегодня все покажу ой популярнейшая сколько ее это сколько сайта красуется как будто а их него популярнейшая видели вы только подходит вот это вот вообще рекордсмен почему именно вот этот серафим стал рекордсменом я не знаю наберите серафим поисковике вот эту а знаете как вот тут они молодцы тут они отрезали верхнюю часть все равно пишут что амур только вот так две трети оставили а верхняя часть вырезана не линейки ничего вот так вот вот это успели украсть вы представляете если их мой друг этот самый алексей виноградов прекрасный компьютерщик сразу их обнаружил около сон 96 штук он их сразу обнаружил он-то умеет ты я это самый долго лохом был вот вот эту фотографию украли вот мама выворачиваем что не врач это когда фотографии сделаем моем саду видите много учебных фотографий осталось меньше минуты и разговор закончился сам я некоторые пропускаю потому что не успеваю глядеть вот фотография для это для мошенников очень удачная люди конечно из рук будут рвать после такой фотографии после такой фотографии все не все а потом он высылает вот такое дерьмо видели вот это все это мертвое ничего главное оплачено благодаря вот этому клею называется клей клеевов которыми мажут прям по штампам миллионы деревьев уничтожены вот так вот таким образом смотреть вот такой стране живем но я уже кажется другая тема наше время и стекло до свидания друзья но мы с вами не прощаемся вот так вот вот так вот вот так вот Продолжение следует...